Давайте откроем Луки, Евангелие от Луки, 16 глава. Вчера было очень хорошее время для палатки. Кто был на палатке? Кто там? Молодцы. Спасибо вам большое. Слава Иисусу, конечно. Когда мы служим Богу, это всегда наше время, наши возможности, наши силы, правда? Я благодарен Богу за каждого моего брата и сестру, которые, не ожидая ничего, они служат Богу. Вы знаете, есть награда, большая награда на небесах, и не только на небесах, и здесь, на земле. Бог уже хочет благословить, благословить свой народ, своих детей. 16 глава с первого стиха. Скажал ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которое донесено было, что расточает имение. Призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? «Господин мой отнимет у меня управление домом, копать не могу, просить, стыжусь, знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвал должников господина своего, каждый порость сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, стомир масла, сказал, возьми твою расписку и сделай скорее, напиши 50. Потом другому сказал, ты сколько должен? Он отвечал, стомир пшеницы и сказал ему, возьми твою расписку и напиши 8, 80. «И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века этого догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли в вас вечные обители». О каких вечных обителях тут идет речь? Вы не задумывались? Мы можем своими финансами, своим богатством приобретать людей, но не только людей. Что мы можем еще делать? Вы знаете, было такое, индульгенции выдавала когда-то римская церковь. Они платили для того, чтобы римский папа принял свою обители. Они как раз с этого места взяли. Но чем не индульгенция? Правда? Вроде бы и неплохо, вроде бы и хорошо, но что-то здесь не то. Иисус рассказывал просто притчу. И это притча о управителе, который в сердце даже не думал лгать. И он просто начал делать то, что о нем сказали. Он вообще не обманывал. Вы знаете, люди часто думают, что они могут врать, и они потом будут наследовать благословение. Библия говорит о том, что он похвалил его, потому что он знал, что он в сердце не такого, он не вор. Он знал, что у человека в сердце было совсем другое отношение, потому что он начал просить в тот момент, когда на него уже было донесено. Вы знаете, часто в нашей жизни случается какая-то беда или проблема, и мы решаем человеческим путем его. Как решить? Кто-то из вас болеет вообще в жизни? Ну, может, болеет в жизни. Есть болезни у кого-то? Сложные, тяжелые? Да, есть. У некоторых есть. И у верующих есть. И мы решаем эту проблему. Знаете, каким образом? Мы идем к врачу. Это неплохо. Я врач. Идите к врачам нужно. Но надо вопросить у Бога, что сделать. Спросить у Бога, как поступить мне дальше. Вы знаете, вот эта притча говорит о приобретении. Что мы можем приобретать с Богом. А можем и терять. Это уже с Богом. Мы можем терять. По какой причине мы теряем? Смотрите. Верный в малом над многим над многим будет в последствии поставлены. Тут 10 стих говорит об этом. А неверный в малом неверен и во многом. Оказывается, это просто проверка. Насколько человек был верен. Насколько был человек верен. Он не обманывал. У него не было возможности. Вы знаете, как правило, люди, которые обманывают, как его определяют, что он обманывает? У него достаточно есть. Правда? У этого человека Бога, у него ничего не было. Он богател для своего Господина. Мы пришли в церковь, мы пришли к Богу, и мы служим ему. Ученики задавались такой вопросом, и каждый из вас задается, что мне будет с этого? Что я буду иметь? Я уже имею, по сути дела, и ты тоже. Но что я хочу иметь больше? Я хочу иметь те благословения, которые ожидаю. И вы знаете, самое интересное, я в христианской жизни заметил такую вещь, что некоторые христиане переживают еще худшее, чем они жили до Бога. На них доносят, о них говорят плохие вещи. Вы не сталкивались с таким? Некоторые болеют, даже начинают. И я думал, что это Бог их так хочет что-то к чему-то подвести. А потом я понимаю, что Бог ожидает от них и от нас. Это простой веры. Что я делаю? Вера. Вера в то, что я делаю она на 100% или же на 50%. Вы знаете, некоторые пришли в церковь, я столкнулся с такими людьми, и они до сих пор не понимают, кому они кланяются, Иегове или Иисусу Христу. У них три единства Бога же так перепутано. Дело в том, что когда ты общаешься с Богом, тебе это не очень важно, с кем ты общаешься. Главное, что ты знаешь своего Бога и своего Спасителя. Кто твой Спаситель? Который был обвинен вместо меня. Обвинен неправедно. Обвинен за то, что Он не сделал. Вы знаете, Он взял на Себя наши болезни, наши немощи и наши проблемы, и я должен что-то Ему теперь. Речь о должнике. Я теперь Ему должен. Я по жизни Ему должен. Мы не осознаем свое состояние. Почему? Потому что Бог не хочет нас делать должниками. Он не делает. Но логично рассуждать, если Он за нас умер, то мы теперь Его должники. И кто-то говорит, я не должен ничего Богу. Я ничего не должен Ему. Но послушайте, если тебя приводят в Царство Небесное, и это была дорогая цена, и ты говоришь, что ты ничего не должен, слушай, я тоже, может, и ничего не должен, но если я принимаю эту жертву, я вхожу в это Царство. Смотрите, верный в Малом. Бог ожидает от каждого из нас верности. Верности в Его служении, верности в том, что Он доверил нам. И вы знаете, мне нравится, я раньше этой притчи не понимал, потому что я не понял до конца, почему же Его похвалили за то, что Он был верен. Вы понимаете, что Он был верен. Его донесли, о Нем неправильно сказали, но Он остался верен своему Господину. Он остался верен тому, что Он делал. Он просто расписки поменьше написал. Он оставался верен тому делу, которое Он делает. Вы знаете, часто в нашей жизни мы чувствуем в том деле, которое мы делаем, урон. Что нам, его бросать? Попрошайничать, идти зарабатывать другим способом? Нет, Он остается верен. Чему я верен сегодня? Вы знаете, есть люди, которые приходят в церковь и уходят. Они не верны. Они не верны в том служении, которое они делают. Они не верны Богу, которому они поверили. И вы знаете, когда мы здесь на земле малому не верны, то мы не можем быть и достаточно верны большому, потому что Бог везде. верны в малом над многим будет поставлен. И он будет верен в многом. А не верен в малом, не верен будет и во многом. И он не будет поставлен. Смотрите. Итак, если вы не в праведном богатстве, не были верны, кто поверит вам истинно? Я вам хочу сказать, что дела и все здесь на земле, они сгорят. Они не стоят ничего. Так давайте ничего не делать, если все сгорит. Зачем мы очищаем свое сердце, служим Богу и так далее, и так далее. Давайте ничего не делать. Но если Иисус умер за нас, то и все умерли за Него, здесь на земле. И мы ходим теперь в обновленной жизни. Что нам нужно сделать? Нам нужно делать то, что Он делал, и то, что Он продолжает делать. Как вы понимаете, что значит быть последователем? Быть тем, который продолжает делать то, что начал Иисус. Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Это не строит здание, потому что некоторые, знаете, богатые люди, они строят даже на своем огороде, в своем участке большие-большие каплычки, церкви и так далее. И думают, что они таким образом Бога приближают к себе. Нет. Потому что здание не приближает. А что сближает нас и приближает к Богу? Послушайте, нас сближает то, что мы живем тем, что живет Иисус. Это собранием Божьим, церковью Божьей. Вы знаете, мы каждый раз ездим на служение. Кто-то из Киева ездит, им очень сложно. Кто-то здесь в Борисполе. Некоторые здесь живут, здесь рядом, и им сложно прийти на служение. По какой причине? Бог ожидает от нас верности и посвящения в том деле, которое мы делаем. Оно будет малое, но потом Он поставит над ноги. И если мы чужом не были верны, то кто нам доверит? Наши. О чем это я говорю? Отец Небесный приготовил каждому из нас обитель. У нас есть свое. Оно уже приготовлено, оно уже запланировано. Но если я не верен здесь, в Его уделе, потому что Он строит церковь, и врата Адам не одолеют. Знаете, кто строит церковь? Не пастырь Павел. А кто? Иисус. Вы не мне служите, вы служите Христу. А если вы служите Христу, то и у Него спрашивайте. У вас отношения должны быть с Ним. Вы знаете, самое интересное, бывает, что мы теряем, даже служая Иисусу Христу. Но для чего? Для какой цели? Почему это нам надо? Я вам хочу сказать, останешься ли ты верен тому служению, в том, что ты делал? Просить не могу. Совесть не позволит. Воровать не буду. Буду делать то, что я делал раньше. И догадливо Он поступил. Знаете, в чем догадливость? Потому что Он строил все равно то же самое. Знаете, кем Он стал? Он тоже имел дело, только со своим господином на расстоянии. Вы знаете, никакой слуга не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, другого любить. А одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Служение двум. Вы знаете, у нас всегда будет выбор, кому мы служим и кому мы будем служить. Бог ожидает от нас этого выбора, чтобы я служить начал Ему. Вы знаете, Мамона – это не всегда деньги этого мира. Это богатство. Это то, что тебя привлекает больше всего. Машина, квартира, там еще что-то. Ради этого живут. Вы знаете, некоторые живут ради детей, чтобы они выросли и прокормили их потом. Дети вырастают, помахали ручкой. Не ради детей надо жить, да? Вы знаете, когда я служу и живу ради одного. Давайте откроем еще одно местописание, и я буду подводить вас к тому, что я хочу сказать. Иван Леотеяна. Секунду. С 12 глава. 12. 20 стих, давайте прочем. Из пришедших на поклонение, на праздник, были некоторые елены. Это греки, да? Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господи, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. Андрей и Филипп сказывают о том, что Иисус сказал в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. «Кто мне служит, мне да последует, где я, там слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец. Душа моя теперь возмутилась, ибо что мне сказать, отче, избавь меня от этого часа. Но на этот час я пришел, отче, прослави имя Твое». Тогда пришел голос с неба, прославил и еще прославлю. Знаете, в этом месте Писания есть тот момент, когда нам хочется сдаться. Иисус, Он в Евсиманском саду, Он говорил, «Доминует сия чаша». Часто в нашей жизни происходит тот момент, что нам хочется сдаться в служении, в хождении с Богом. И вы знаете, если меня не почитают, то я уйду и не буду этого делать больше. Иисуса здесь почитают, Его искали елен. Но Он имел откровение, что если Его ищут, все, время прославится. И время прославления – это время идти на крест. Я вам хочу сказать, что мы смотрим на людей, которые имеют какое-то славу и благословение, или еще что-то. Мы не знаем, какие страдания они переживают. И готовы ли мы к этим страданиям? Ну, мы можем сказать, ну, я готов. Чем больше слава, тем больше. Для этого часа Он и пришел. У верующих такая тенденция. Смотрите, Он говорит, кто мне служит, мне, да, последует. Другими словами, мы последователи Иисуса в чем? В исполнении Его воли, Его откровения. И если я сегодня, сейчас переживаю какие-то страдания, какую-то боль, послушайте, значит, я на правильном пути. И время славы скоро близко, близко, рядышко. Вы знаете, я верю, что Бог избрал нас для своей славы. Избрал для того, чтобы служение, каждое служение, оно росло, умножалось. Но с каждым разом, как только будут умножаться служения, умножаться наши планы, наши идеи, потому что умножение Иисуса Христа, служение, Его хотели уже и греки видеть, елены, это греки. Оно было чревато тем, что Его побыстрее хотят уже на крест. Время славы наступило. И вы знаете, это всегда есть какая-то тяжесть того служения, которое ты несешь, которого мы несем. И я вам хочу сказать, лучше ничего не делать тогда. Но тогда ты не получишь награду. Потому что притча, которую я говорил до этого, она говорит о том, что если я не был верен в малом, если то служение, которое я несу, чтобы меня не оболгали, я просто не буду носить, я просто не буду делать, это служение, значит, оно мне не нужно. Нет, неправда. Вы знаете, кто из вас понимает, что рожать детей сложно? Мамы, поднимите руку хоть вы. А воспитывать еще сложнее. Я вам хочу сказать, что это очень сложно. Но благословение Божие, это то, что мы имеем в последующем. Дети, которые выросли. Скажи, дети, это благословение от Господа. Это Слово Божие так говорит. Это не я говорю. И вы знаете, самое интересное, но для того, чтобы эта слава наша выросла, и это благословение выросло, тебе много придется пострадать. И тебе надо быть верным. Верным во всем, что ты делаешь. Потому что, если ты не верен в том, что ты делал, и вы знаете, ну, родители легко ребенка. Особенно отцам. Правда? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Но они их воспитали. Вы понимаете, что воспитать сложно? Не все родители, это те, которые родили детей. Да? А все родители, которые воспитали своих детей. И я вам хочу сказать, не всегда это благословение, которое ты видишь, оно приносит тот плод и ту славу сразу же. Ты, может, под старость только увидишь и скажешь, Аллилуйя, я добился успеха. В детях. Но в служении я говорю совсем по-другому. Чем больше наше служение, правда, тем больше я переживаю. Тем больше у меня. Это как ребенок, который растет. Я вам хочу сказать, что некоторые не видят в этом благословение. И они говорят, о, я не хочу этого, я не хочу этим заниматься. Но Иисус сказал, кто мне служит, мне допоследует. Другими словами, он говорит, он будет таким же, как я. Он будет похож на меня. Чем вы отличаетесь от этого мира? Мы безумны, Христа, ради. Мы не такие, как. Мы готовы идти ради идеи, ради откровения Божьего на многие вещи, на многие страдания. Готов ли я это сделать? За этим идет слава. Конечно, готов. Но нам всегда, знаете, я имею пророчества, откровения, многие откровения. Если бы мне сразу сказали, что будет посередке, а не конец, я бы сказал, да нет, минует меня сия чаша лучше. Я лучше пойду другим путем. Потому что вот эта вот середина, она всегда умалчивается. Или мы просто ее не видим. Знаете, слава, что имеет, какое она имеет значение для нас? Это свет. И когда сильно много, сильно много света, вот днем, да, ты не видишь звезд, ты не видишь тьмы, ты не видишь тех проблем, которые есть. Но, вы знаете, она все равно есть. Вот так вот и пророчество, которое Бог дает в нашу жизнь, оно просто затмевает вот тут все, и мы идем и следуем за этим. Но бывают и темные дни. У кого-то из вас бывают темные дни? А теперь что сделать, когда эти темные дни придут? Вы помните вот этот человек, которого было донесено, он продолжал делать то, что он, он работал с расписками. Что тебе надо бросить все? Нет. Продолжай делать то, что ты делал раньше. И еще с большим ревением. Первое. Запомни это. Потому что от плода своего ты будешь питаться, ты будешь получать благословение. Делай еще с большим ревением. Не оставляй даже, когда все говорят, что ничего не выйдет, ничего не получится, потому что верен в малом над многим будет поставлен. У тебя есть откровение, у тебя есть слово, у тебя есть свет. Все руки опустят, но ты иди. Был Иисус Навин и Халев, два человека, которые не сломили полтора или два миллиона людей, которые говорили, все возможно Богу, Богу все возможно. Полтора или два миллиона людей. По какой причине это происходит? Потому что у них была вера и уверенность в том, что они делают. Вы знаете, что толку, что ты вышел из рабства, но ты дальше идешь, и ты не уверен в том, что ты делаешь. Я хочу, чтобы у нас появилась вера в то, что мы делаем. Хотя бы в то, что ты делаешь в своем месте, на своем месте. Если ты еще ничего не делаешь или перестал делать, то тебе надо пересмотреть себя. Вы знаете, мне нравится. Иисус направляет свой путь к Иерусалиму, потому что время пострадать ему уже. И он говорит, да нет, пускай пойдет кто-то другой. Вы знаете, ему надо было пострадать за церковь. Ему надо было пострадать за людей, которые сейчас здесь сидят. Ты знаешь, за кого ты страдать будешь в своей жизни больше всего? О, кто-то говорит, да за себя только. Нет. Если ты ищешь славы Божьей, ты будешь всю жизнь страдать за тех, которые рядышком вокруг тебя. Вы знаете, человек – это... социальное существо. Нам надо, чтобы кто-то был возле нас, рядышком. И я видел людей, которые... Они живут как будто в закрытом таком мире. У них два или три человека, с которыми они общаются и не имеют никого больше. Хотя вроде бы... Вроде бы все нормально у них. Все хорошо. И вы знаете, самое интересное то, что они любят тех, которые их любят, и они неплохие люди. Они поступают. Но когда ты знаешь, кто ты такой, ты последователь Иисуса Христа, то ты можешь и должен страдать за тех людей, которые рядышком. Есть люди-эгоисты. За них надо страдать? Да, надо, надо, Алексей, надо. Да, надо. Знаешь почему? Потому что Иисус из-за эгоистов страдал. Его любовь не прекратилась. И вы знаете, я думаю, что обвинитель и дьявол говорил, за кого ты себя посвящаешь? За вот этих вот, которые разбежались от тебя? Один из них предатель. Да они эгоисты все. Они только о своем и думают. Но Иисус молится и говорит, за них посвящают. Вы знаете, часто мы приходим в церковь, и у нас свои планы, свои идеи. Но с возрастом, когда мы становимся отцами, родителем, когда у нас уже нету своих, мы созреваем, мы понимаем, что мы можем что-то изменить в этом мире. И мы начинаем думать, каким образом. кто мне служит, мне допоследует. И где я, там слуга мой будет. Второе, что нужно делать, следуй, продолжай следовать. Первое, настолько сильно напрягись, чтобы делать это. Вы помните, Иисус, Его кровь и пот был похож на капли крови, и проступал, как капли крови. Он напрягся, чтобы сделать. Второе, следуй. Всегда надо следовать за тем откровением, которое ты имел раньше, и не предать его. Потому что некоторые люди, они предатели. Они, получившие откровение, они с готовностью бросают его. Ну, я притчу прочитал. Некоторых Бог даже недостатки дает для того, чтобы мы никогда его не предали. Вы знаете, что у вас есть недостаток? У Моисея был недостаток. Он был косноязычный. Ему нужен был Аарон. Кто из вас понимает, что ему нужен был Аарон? Ему нужен был человек, который говорит, проговаривает слово. Но он не хотел идти в конечном итоге, потому что он сказал, что он не может. Бог приготовил уже Аарона ему. Но он нуждался в людях, которые рядышком. Мы не самодостаточны. Вы понимаете? Начинай делать то, что ты делаешь. Продолжай следовать. И третье. Я закончу уже. Не переставай служить. Следуй служить. Напряги, следуй служить. Почему? Потому что некоторые бросают то, что они делают, и они не получают от этого удовлетворения. Вы знаете, есть такая женщина, была такая женщина, мать Тереза. Она, когда служила людям, ей было периодами очень тяжело. Когда она видела страдания людей, то у них не было даже финансов на определенные вещи. У них не было возможностей. Папа Римский, папа Мобиль подарил им. Знаете, куда она его потратила? Она его продала на аукционе и купила еды, и купила помещение для того, чтобы кормить там голодных и бедных, смотреть за ними. каждый раз у вас будет планы какие-то на вашу жизнь, и дьявол будет это подсовывать. Вы знаете, что у нее вначале было? Она служила в самой элитной на тот момент школе. Но когда ей пришлось послужить, когда она увидела на улице людей, которые нуждаются в ее служении по-настоящему, хорошо служить в элитной школе, когда у тебя нормальные дети, нормальные люди и все остальное нормальное. А тут нужно служить было тем, которые вообще не понимают, не знают Бога. Умирающие люди. И она служила. Бог ее благословил. И я верю, что мы должны следовать за Иисусом Христом именно в этом. В служении Его. Потому что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Я был таким. Мы такими были. Правда? Если мы для этого призваны, чтобы взыскать и спасти погибшее, что я должен сделать? укрепиться, утвердиться не строить свою жизнь, не строить свои планы, потому что то, что я строю, оно, знаете, оно может быть даже уютным и хорошим. Но это не слава Божья. Если ты ищешь славы Божьей, готовься. О, я вам нарисовал такую идею. А зачем тогда служить? Может, и не нужно тебе. Реши сразу. Или ты следуешь за Иисусом Христом и служишь Ему, или же ты Ему не должник, ничего не должен. Бог не делает тебя должником. Он вообще мог не умирать за тебя. Но Он полюбил, и Он ожидает от нас того же. И вы знаете, я верю, что время пришло славы сынов Божьих в нашей церкви, в служении. Славы сынов Божьих. И для этого некоторые думают, слава это когда на гитаре вышел, спел, на барабанах сыграл. Слава это когда проповедуешь. Нет, это не слава. Слава сынов Божьих это когда ты служишь многим и тебя еще ни за что считают, ни во что ставят. Слава сынов Божьих. Готовы ли мы это пережить? Значит, готов ты для славы Божьей. Некоторые не готовы, им надо просто возбудить свою бою ревность, заново сказать, Господь, прости меня, я шел неправильно, и я думал, слава это совсем другое. Бог призвал тебя для своей славы. Тяжело рожать детей, тяжело их воспитывать, вам придется претерпеть, но это ваше благословение. Скажи аминь. Мы не бросаем их, правда? Мы усиливаемся, правда? мы следуем дальше своей намеченной цели, и мы продолжаем им служить. Они же наши дети, да? Мы не останавливаемся в этом. Я вам хочу сказать, что даже если от вас отвернутся, даже вырастут они, то они все равно остаются детьми. Скажи аминь. Давайте встанемся. встанемся.